привет друзья подписчики моего канала просто зрители давно обещал но все вот не было подходящей рыбы подходящего размера сейчас я вам покажу как разделать толстолоба на филе совсем без косточек чтоб не было костей чтоб можно было смело кушать он уже рыбка покрупнее потому что в отходов будет много но все все отходы в дело это будет серия видео из этого толстолоба уже вышло скорее всего на тот момент когда смотрите этот фильм из него будет 5 разных рецептов голова чешуя пузырь и непосредственно с филе который мы сейчас сделаем будет еще и отдельное блюдо так что походите смотрите все ссылочки будут в описании и в первом законном комментарии все ролики по этого слова будут ниже заходите посмотрите кому интересно что из него можно приготовить окно а нам чтобы разделать его на филе перво-наперво нужно снять сейчас чешую чешуя тоже идет дело из нее тоже вышел или выйдет ближайшее время рецепт у меня на канале как ее можно использовать чешую толстолоба вот именно мелкого такую чешую толстолоба жариха и так далее не карася сазана вот именно меленькую чешуйки вот эти они идут на панировку час я чешую чищу выпотрошу и уже покажу как разделать на филе так что смотрите до конца все увидеть а уже подпишите на канал нажмите колокольчик и будете получать все уведомления моих новых роликов так итак друзья рыбка сверху обмыта теперь давайте приступим разделки ее на филе перво-наперво нужно ее конечно же разрезать убрать все внутренности которые тут большом количестве толстолобах разрезаем по брюху и удаляем из него все сейчас я удалю чтоб кишками не сверкать друзья выпотрошили пузырь икру ни в коем случае не выкидываем это все вкусно и съедобно следующем видео я покажу как это готовится так продолжаем разделывать его на филе теперь нам нужно отрезать от него голову потому что поделась для другого видео поднимаем плавник и отрезаем вот так немного с небольшим запасом мяса потому что голова пойдет для приготовления блюда голова на пару вот подняли плавничок и надеюсь отрезаем опа готова вот такая вот штука итак друзья продолжаем разделку голову я почистил до другого видео убрал чтобы снять филе можете тушку помыть сейчас потому что после разделки филе мыть чистое филе уже в коем случае не стоит вы потеряете она будет блеклым бледным и невкусно так морем где позвоночник видно вот он ведь делаем надрез вдоль всего хребта осторожно руки и режем до ребер по прижимая нож позвоночнику вот так по другому под небольшим и прям по позвоночнику режем и до конца теперь развернем товарищи приподнимем мы здесь брюшко и а также подрезаем возле вот этого плавничка есть такие длинные кости идут вот надо прям по ним сделать надрез так видно да здесь поудобнее будет взять филейник просто вставить его и вот так раз об и готова теперь если у вас рыба разморожена проще прям приобром отрезать да все ну так как у меня рыбка мерзлая мы маленько сделаем по-другому ход конев вот один кусок пласт сейчас срежем 2 точно так же подымаем брюшка вот здесь и вдоль вот этого плавника прижимая нож срезаем вот эти вот острые длинные кости теперь можно у нас воткнуть филе не просто копить пока он не воскнется в первые ребра которые выходят его здесь развернем и вдоль вот этого плавничка делаем еще один надрез до ребер потеря будет мясо минимально слышно наверно как ребра по лезвию стучат теперь возьмем цайдау и просто подрубим ребрышки толстого до все хребет можно порубить на куски поджарить сварить уху можно выкинуть собакам как мы обычно делаем но это уже на ваше усмотрение дальше сейчас нужно прибрать рабочее место сейчас воды принесу обмой тут итак друзья самое сложное интересное так ну как убрать ребер на эти кости большие думаю все знают не проблема абсолютно просто подрезаем ножом и выводим их видно так нож раз и и пошли вот так подымая теперь вот так делаем 1 и вытаскиваем ребра тут конечно серьезные но их также можно просто поджарить как отдельное блюдо а можно просто выкинуть так друзья продолжаем отвлекают телефон это зло смотрите фильмы не моим просто берем хорошо отжатую тряпки а где маленько туда спачкалась просто оботрите и будет все отлично смотрите вот это все жирок вкусная вещь так давайте продолжим со сделкой в разделывается рыба следующим образом срезается от это брюхо очень вкусно эта штука малосольная и подвяленная чистый жирок одна часть затем смотрите отрезается вот где кончаются ребра по этому мест обрезается вот так где хвост начинается вторая часть кости хрустят слышно так далее вот здесь у нас ребер нету они идут вот так поэтому вырезаем вот эту часть здесь уже чистое филе без косточек здесь естественно тоже косточек нету это понятно теперь как же нам удалить вот эти вот вредные косточки которые идут вот здесь друзья все очень просто они располагаются вот так вот по плоскости сейчас я покажу чтобы иногда они идут во первых вот они у них можно по тупой пощупать пальцем и найти они вот этот кусочек уголочек здесь тоже кости есть поэтому срежем сначала давайте вот так нож филейник нужен он упирается в кости и подца подрезаем мясо вместе с косточками вот они длинные видеть вот здесь уже костей сейчас практически нет мы час остатки отсюда уберем где ножом не зацепил вот так с этого кусочка просто положим его вот так вот он хороший такой мясистый кусочек молодец от костей дофига их срезаем вот так маленький кусочек на чистого мяса ваши гости вы гостям не придется там ковыряться в нем когда он будет они будут кушать и срезаем пластик вот так все водитель такие длинные острые кости на бульон куда-нибудь ну жарить это лучше не нужно дальше берем где спинная часть была у нас вот они кости вот здесь делаем на такой надрез вдоль вот этих костей не до конца но под углом видеть кости вот сделали такой как бы как сказать то были ну подворотик кармашек не знаю как обозвать далее кости два так направлении значит делаем подрез по всей длине и вы почувствуете ножом день и в обратную сторону уже соска основанию брюшка ведем нож вот они ребят я просто показываю рассказывала поэтому так долго но чтобы вам было понятно вот они кости торчат видеть вот здесь гостей нету они вот села здесь и вот здесь подчищаем остатки мяса сейчас я вам покажу кости будет хорошо видно вот он весь ряд костей отлично виден по краешку косточек подрезаем вот так видно наверно были найти вам приближу на максимум кости вот они его нам нужно под них сделать подрез ножом вы подворачивая раз и срезаем вот этот кусок с костями вот здесь все кости с этого куска все здесь у нас чистое филе его нарезаем кусочками и готовим кости убираем сторону они нам не нужны толстого предокослявая есть его можно в принц здесь а хвосте по-другому маленько разделать хвост срезается вот ножом видите ход почувствовали косточки вот они затрещали срезается один кусок мяса мискостный по всей плоскости вот так вот раз срезали все перевернули здесь косточки идут повдоль него так а вот еще кусок мяса кости вот они все просто подрежем их сейчас где вот они начинаются где-то вот отсюда во и вот они в сам хвостике хвоста там их просто немерено смотрите бульон если вам жалко выкинуть все в одежде чистое филе все косточек нету ну все друзья да с одной большой рыбы получается чистого мяса не так уж и много но кому сильно все это жалко вот это вот кости сварите бульон смотрите собакам в принципе это все тоже можно поджарить и уже ковыряться в костях то любит ради бога так ну а мы друзья заканчиваем это видео разделка на филе толстолоба маленькая запарная штука но в принципе реальная все плавник на хребет на это же поджарено маслицы просто жареный сделаю остальное выбор вороны придут все разлетят растащим и подберут все друзья филе готово я пошел его готовить но это уже будет следующее видео она уже скорее всего вышла на канале так что друзья подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик ничего не пропустите дальше будет новое много очень интересного ну все всем спасибо что рассмотрели до конца всем до встречи и всем пока